Давай, сшишки. Классно бы, знаешь, что? Классно бы сделать такие сережки из шишек. Прикольно? Угу. Так, всем привет! Наконец-то настал тот день, когда я могу сшить себе платье из этой ткани. Что это такое? Это метр шелка, который мне буквально, да, отгрызла от пятиметрового сари моя подруга. Она ездила со своим мужем путешествовать по Индии, и там они купили эту ткань, и мне повезло, мне вот сделали такой подарок. И вообще самый лучший подарок для человека, который шьет, это, да, правильно, это отрез ткани. У меня есть два варианта платья, которые можно с этого всего сшить. Какой вам нравится, первый или второй? Я не планирую делать выточки по переду и по спинке. Я лишь учла нахлёст по боковым швам. Вырез лодочка. Надеюсь, у меня получится сделать тут косой бейкой все обработать. Ну, в принципе, все, вот такой вот план. Начинаю работать. Ну, вот покроила. Я всегда пускаю такую лёгенькую намёточку по горловине, чтобы она не растягивалась. Лицом к лицу сложить, плечевые шои сострочить. Как обычно, я защипами сделаю выточки, не буду их сшить, потому что это получится 100% некрасиво, на мой взгляд. Боковые швы также сшиваю и буду сшивать на верлок их вместе. Потом проложу строчку, вот уже сыпется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Я посмотрела то, что вы посмотрели только что, и поняла, шлевки на платье реально были лишние. Основная задача шлевок была в том, чтобы выровнять низ. Я их сняла, потому что они низ не выравнивали, потому что шелк, он весь вот так вот бегает. И сделала кулиску, приклеила долевик, прострочила ниткой-резинкой. Единственное, что и печальное, скорее всего, это платье может быть еще раз будет раз где-то выгулено, потому что шелк очень нежный, и швы не выдерживают моих строчек, к сожалению. Возможно, у меня не хватило опыта продублировать швы, но это уже совсем другая история. Надеюсь, вам нравится, лучше сейчас однозначно, и я это вижу, и мне комфортнее. Ну и, наверное, все. Субтитры создавал DimaTorzok